Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Утопающий Барнаул как в краевой столице устраняет последствия ливня? Новое уголовное дело против воспитателей Хэппи Бэби. Речь может идти не только об истязаниях, но и о иных насильственных действиях. Еще не прощаемся, а рассказываем об альтернативах Ютубу и где смотреть Толк, если доступ к популярной площадке будет заблокирован. После сегодняшнего ливня в Барнауле улицы города превратились в реки. В мэрии сообщили, что на самые проблемные участки выехали дорожники. Тем временем очевидцы продолжают делиться кадрами потопа. От дождя пострадали не только пешеходы, машины, автобусы. Кстати, в один из них вода зашла в салон. На Власихинской оптовой базе с овощами и фруктами тоже потерпела дождевой крах. На кадрах видно, как в огромной луже плавают фрукты. Также в этот день барнаульцы жаловались на стоимость такси. В некоторые районы она была завышена вдвое, и то втрое. К другой теме. В Барнауле на две недели изменится схема движения по Паловскому тракту. С 11 августа на участке вводится реверсивное движение. Это связано с проведением масштабной реконструкции сетей водоснабжения. Повлияют ли временные изменения на маршруты общественного транспорта, расскажем прямо сейчас. Реверсивное движение вводится по Паловскому тракту в районе улицы Новороссийская. Изменения стартуют 11 августа с 9 часов утра и продлится две недели вплоть до 6 вечера 28 августа. Схема движения меняется в связи с ремонтом сетей водоснабжения. Подрядчик подготовил подробную схему организации реверсивного движения совместно с профильным комитетом. Дорожную карту утвердили сотрудники ГАИ. Движение будет осуществляться следующим образом. С 22 часов до 15 часов следующего дня будут действовать две полосы в сторону центра. С 16 часов до 21 часа будет действовать две полосы из центра. Время с 15 до 16 и с 21 до 22 соответственно предусмотрено на перестановку технических средств организации дорожного движения. Для минимизации заторовых ситуаций организуют мониторинг дорожной обстановки. Для этого привлекут экипажи ДПС. Продолжается реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реконструкции меланжиста Алтая. Для того, чтобы они могли модернизировать свое производство. Денежные средства выделены в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Сергей Татьянин также отметил, что сейчас реализуется первый этап реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 3,5 километра. Подрядчик прокладывает сети методом горизонтально направленного бурения. В мэрии добавили, что реверсивное движение не вызовет изменений в маршрутах общественного транспорта следующего по Павловскому тракту. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности заранее выбирать пути объезда. Валентина Аскерова, День с толком. Городские власти рассматривают варианты переноса трамвайного и троллейбусного колец из центра города. Идея появилась недавно после решения о создании в этом районе единого туристического пространства, которое планируют сделать пешеходным. Это пространство позволит объединить территорию Демидовской площади, Сереброплавильного завода, Центрального парка, улиц Молотобольска и Льва Толстого, а также набережная Аби, зону Ковша с выходом к парку Изумрудный. На совещании в мэрии глава Барнаула поручил более тщательно проработать вопросы переноса трамвайного кольца с площади Свободы. Что касается троллейбусного кольца на речном вокзале, есть вариант его переноса на Спартак-2. Громкая история частного детского сада Хэппи Бэби и его воспитателей-истязателей снова получила развитие. Новое уголовное дело в отношении двух экс-воспитательниц передали в Барнаульский центральный район на суд. В нем порядка 20 новых фактов истязания малышей. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Бывшие воспитатели частного детского сада Хэппи Бэби вновь предстанут перед судом. Краевой следком завершил расследование нового уголовного дела в отношении двух экс-воспитателей элитного учреждения. Над них Татьяна Владимировна, 27 февраля 1968 года рождения, уроженка города Барнаула. Напомним, в конце 2017 года вскрылось, что в детском саду издевались над детьми. Их душили, закрывали в темных комнатах, лишали еды. Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов. За годы борьбы родители пострадавших добились следующего. Реальные сроки получили две бывшие воспитательницы. До трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взять Нагих под стражу в зале суда. Татьяна Нагих уже отбывает срок в Шипуновской исправительной колонии. Оксана Чегрова на свои три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима получила отсрочку. Ее ребенок не достиг возраста 14 лет. Однако заведующая садом Елена Воротникова получила лишь штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Последняя касация в Кемерове оставила жалобы обеих сторон без удовлетворения. Но именно это решение теперь дает родителям право обратиться в Верховный суд. Новое уголовное дело в отношении Татьяны Нагих и Оксаны Посысаевой уже передали в Центральный районный суд города Барнаула. В данном уголовном деле 17 фактов истязания малышей, 4 потерпевших малыша. Данные факты стали известны уже в тот момент, когда дело о Хэппи Бэби, оно уже находилось на рассмотрении в суде. Следствием действия подсудимых квалифицированы как истязания и иные насильственные действия в отношении малышей. В деле присутствуют материалы, которые в интересах следствия показывать запрещено. Следствием и судом установлено, что с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детского сада. В результате противоправных действий пострадали дети в возрасте от 2 до 6 лет. Конечно, сложно описать словами, сколько слез, боли, страданий ребятишек и нас, родителей, стоит. За всеми этими сухими юридическими терминами передано, квалифицировано, расследовано. Но мы делали и будем продолжать делать все для защиты своих детей. Некоторые дети, которые уже давно ходят в школу, до сих пор страдают от психологических проблем. Однако воспитатели спустя столько лет свою вину так и не признали. Юлия Щепина, День с толком. Ради 50 тысяч рублей едва не задушила 95-летнюю женщину. В Барнауле задержали лжемедика, которая пришла в квартиру пожилой женщины под предлогом медосмотра. В момент осмотра так называемый медик резко прижала подушку к лицу пенсионерки и начала душить. Бабушка сделала вид, что потеряла сознание. Только тогда налетчица ослабила хватку, а после прошлась по комнатам и исчезла. Пожилая женщина обнаружила, что из кошелька пропали 50 тысяч рублей. В полицию позвонила соседка бабушки. Спустя время полиция нашла налетчицу в Новосибирске. Ей оказалась и ранее судимая жительница Томска, 44-х лет. Выяснилось, что информацией о пожилой женщине с ней поделилась родственница бабушки, с которой злоумышленница познакомилась случайно. Похищенные у барнаульской пенсионерки деньги налетчица потратила на свои цели. Следователи возбудили уголовное дело. YouTube полностью перестал работать и участие россиян уже целые сутки. То и дело пользователи сообщают о массовых сбоях, которые не позволяют загрузить даже главную страницу сервиса. Мы также столкнулись с проблемой снижения скорости и решили разобраться, что же все-таки происходит с видеохостингом. Подробности в материале Марии Костылевой. В России начали замедлять работу YouTube. На доступ к видеохостингу массово жалуются жители всех регионов страны. На ноутбуках, компьютерах и телевизорах сайт не открывается и вовсе. На мобильных сильно тормозит. Вероятно, большая часть аудитории вас, зрители, смотрели и смотрят нас именно на YouTube. Но не факт, что завтра мы с вами там увидимся вновь. Ситуация с замедлением одной из самых популярных и востребованных платформ в интернете сегодня набрала пик. Если несколько дней назад пользователи могли просматривать контент на ТВ и компьютерах с небольшими сбоями, то сегодня это стало практически невозможно. Жители краевой столицы негодуют, хоть и о блокировке YouTube речь шла давно. Она была удобной, да, а сейчас что она даже вообще никак не загружается. Серый экран и все горит. На самом деле смотрел видео там иногда. Жалко, что сейчас не работает. Ну там все было, в принципе, все было. И фильмы, и рецепты. Это абсолютно уникальный сайт. Ну и просто такого количества и такого качества контента нету ни одной другой площадки. Напомним о замедлении в работе высказывался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий считает, что прогнозируемое замедление возникло из-за действий самого видеохостинга, который прекратил вложение в свою корневую систему в России. Из-за проблем, в первую очередь связанных с работой самого YouTube и запрещенной в России корпорацией Google, возникают серьезные проблемы с воспроизведением видео. До 70% скорость загрузки упадет, и связано это с действиями самого YouTube, который на протяжении двух лет перестал как-либо вкладываться в свои системы, расположенные здесь. А поскольку основной контент, который смотрят российские пользователи, хранится здесь, на серверах, принадлежащих Google, они требуют постоянного сопровождения, обновления. Некоторые барнаульцы признаются, будут пользоваться платформой, даже если загрузка долгая и искажается качество видео. То есть, пока не прекратит работать совсем. Кто-то уже подумал о запасных платформах. Рутуб. Там, может быть, еще что-нибудь. Замещение русскими какими-то аналогами, мне кажется, пока еще не достигло уровня YouTube. ВК-видео, наверное. Так не знаю больше никаких. Прекратится ли замедление работы популярного видеохостинга в будущем, пока неизвестно. Время покажет. Ну а в любом случае, в дальнейшем подписчики и телезрители смогут нас смотреть и на других платформах. Предлагаются такие варианты. То есть, можно посмотреть сюжеты телеканала «Толк» в наших соцсетях. Это ВКонтакте «Одноклассники». Также у нас наш бессменный Рутуб работает. Ну и еще, естественно, можно посмотреть наши сюжеты на сайте и на телеканале «Толк» на 22-й кнопке. Кстати, некоторые блогеры уже давно дублируют свой контент на отечественных площадках. Ведь если YouTube полностью заблокирует, альтернативы не останется. Мария Костолева, Дмитрий Денисов. День с толком. Два года добивался положенного. Спасатель с 20-летним стажем Дмитрий Шелепов пару лет не мог получить новый протез. При том, что старый был уже непригоден для использования. Хождение по мукам закончилось лишь после обращения на прямую линию президента страны. Новый протез Дмитрию вручили представители Народного фронта. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Дмитрий Шелепов уже несколько лет работает в клубе «Патриот», тренирует инвалидов и пожилых людей. Активно занимается сам. Когда-то был спасателем, посвятил профессии 20 лет, пока не заболел. Начала нога плохо сгибаться, потом опухоль обнаружили под талентом. Это долго все было. Лечили, там две операции было. Диагноз поставили только уже где-то лет через 15, наверное. Но уже перед буквально пенсией, я потом это, как-то она у меня переродилась в злокачественную. Ногу не спасли. Но Дмитрий быстро пришел в себя и нашел новую работу. В свое время активно занимался спортом, теперь вернулся. Правда, уже в паралимпийский вид. Жмет от груди 140 килограммов. Тренирует детей и взрослых с УВЗ. Правда, и эта работа оказалась под вопросом, когда протез износился. Деньги не выделяют или что нет. Я ждал, ждал. А у меня этот уже все там начал ломаться. Я обращаюсь, мне как бы ремонт не делают. Там не лайнеры, не имеют ничего. Потому что у меня вписан уже новый был. С учетом того, что по бумагам новый протез Дмитрий уже был выписан, а ждал он его уже больше года, чинить старый в соцфонде отказались. Но семья Шелеповых духом не упала. Была вот эта открытая линия с президентом. Ему буквально за час уже до ее закрытия написали с моего аккаунта. Ну и вот с жены, получается, два письма. Вот ей ответили. За дело взялся Народный фронт, Следственная и прокуратура. Общими усилиями новый протез от соцфонда удалось добиться. Дмитрий постепенно осваивает его и готовится к соревнованиям. В сентябре поедет в составе сборной на Кубок России. Теперь есть и силы, и настроение побеждать. И вести к победам своих воспитанников. Хочу сказать спасибо, что помогли мне. Татьяна Голубева, день с толком. Этот выход на ринг – самый долгожданный. Алтайский файтер Василий Юрченко единственный с нашей команды вышел на главный бой турнира. В соперниках – крепкий кикбоксер из Кабардино-Балкарии. Поединок складывался на равных, однако алтайский файтер со временем забирал центр ринга и проводил более результативные атаки. Три раунда классного поединка и долгожданное решение судей. Становится спортсмен с синего угла Юрченко Василий. Алтайский край. В ринг приглашается вторая пара. Насчет финального боя мальчик тоже был хороший, нарывистый. Но я победы больше захотел. И как сказать, я выиграл этот бой. И тут не поспоришь. Кроме желания, чем ты еще был лучше сегодня в ринге? В характере, мне кажется. Я больше хотел. Да, он шел, но я по истечению трех раундов был лучше. И я ему остался. Техника завершала в каком-то плане. Вторым номером отработка. Встреча с девушей левой рукой дальней. Помимо Василия Юрченко с медалями, хоть и бронзовыми, Александр Логачев, Марат Гречушкин и Трофим Бучнев. Парни провели сложнейшие полуфинальные бои. Но выйти в финал не удалось. По словам тренерского штаба, эту спартакиаду сборная Алтайского края отработала на хорошо. Ему нацеление, конечно, как хорошо. Потому что есть первое место. Это зачет. Мы выиграли этот турнир. Есть призы. Третье место есть. Конечно, не повезло маленько с жребием. Потому что, если не про Логачева, Александра попал по первому номеру. Сразу в полуфинале и занял третье место. Будет достойно. Делал все, что знает, все, что может. Делал даже больше, чем может. Но, к сожалению, у парня очень высокий уровень. И нам здесь оказалось, он не поздал. В конце турнира итоги спартакиады и награждения провел президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов. А участники спартакиады присоединятся к остальным спортсменам, которые сейчас проходят подготовительные сборы. После небольшой отдых и вновь новый спортивный сезон. Очередная погоня за золотом. Пару часов назад в Барнауле начался музыкальный фестиваль «Сибиризация». За два дня на нескольких сценах сыграют более 30 местных рок-коллективов. Среди хедлайнеров мероприятия «Шары», «Борода бабая» и «Диско-провокация». Подробнее о том, как можно скрасить свои выходные, расскажет Данил Кузнецов. Панк-рок, слэм и толпа неформалов. Фестиваль «Сибиризация», который стартовал на территории барнаульского арт-пространства «Спичка», сложно с чем-либо перепутать. В Краевой столице фестиваль проходит уже во второй раз. Несмотря на то, что в том году мероприятие принесло убытки, организаторы все же решились попробовать еще раз. Трудности продолжились. Одна из трех сцен отменилась из-за авторских прав. На ней должны были исполнять каверы. Пришлось отменить одну сцену, потому что мы не успели договор с ними заключить. То есть, ну, просто не подумали об этом, а потом уже не успели договор заключить. И вот сейчас уже было как бы познавало, то пришлось нам сцену отменить. Ну, люди запереживали, очевидно, что типа не отменяется ли сам фестиваль. Нет, фестиваль не отменяется, все в порядке. Не помешала начало фестиваля и дождливая погода, из-за которой весь барнаул встал. Как говорится, где застряли немецкие танки, пройдут свободно русские панки. Однако некоторые исполнители все же не выступят на мероприятии из-за личных причин. Несмотря на это, выбор все еще большой. Свыше 30 коллективов, играющих в разных жанрах рока. Разношерстные не только группы, но и слушатели. Ну, кажется, сейчас все только так разогревается, поэтому посмотрим, что дальше будет. Но, в принципе, впечатление интересное. Вокруг интересные люди всем, достаточно разношерстные. Подростки, деды, футболка гражданской обороны и кожанка. Шикарно. Все категории возрастов собираются. То есть, бывает, что на других фестах только взрослые, там только какие-то такие. А здесь вот прям все слои охватывает сам фестиваль. По сравнению с прошлым годом фестиваль значительно улучшился. Например, добавили выставку художников и мастер-класс от барабанщиков. Также главную сцену сделали больше. Первые выступления на ней планируются уже сегодня в 9 часов вечера. Звук хороший. В принципе, все отлично. Ребята молодцы. В том плане, что здесь очень талантливые звукорежиссеры. Организация вообще в целом на уровне. Нам очень нравится. Завтра выступления на территории арт-пространства «Спичка» начнутся в 14.00. Первые два часа вход на сибиризацию бесплатный. Далее 500 рублей с человека. Среди хедлайнеров будут группы «Борода бабая» и «Шары». Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а далее узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok